И снова, здравствуйте дорогие друзья, здравствуйте братья и сестры. Главной темой данного видео будут высказывания президента, которые он озвучил за последнее время. В частности, как описывая ситуацию касательно Карабаха, так и обращаясь к властям Армении, я уж не говорю про те вопросы, которые он адресует России, касательно прежде всего эскендеров. Не избежим мы такой тематики, как ответные, можно сказать, заявления, исходящие от российской правящей элиты в отношении скандала касательно тех же самых эскендеров серии М, которые использовала армянская сторона против Азербайджана. Также, описывая скандал вокруг эскендеров, мы с вами обратим свое внимание на некую крайне двуличную политику, исходящую от Министерства иностранных дел Российской Федерации, обратив внимание на высказывания Захаровой. Не избежим с вами и еще одного момента, в данном случае уже внушающего надежду на здравомыслие, на некие внутренние реформы, которые происходят сейчас в России. Это справедливая, крайне справедливая статья, которая вышла на одном из российских информационных порталов. Ну что ж, могу сказать, что это не те порталы, о которых часто говорится, типа СМИ-6, армяне любят потом нам отвечать, что, мол, это купленный. Нет, в данном случае это будет совершенно другой портал. Абсолютно. Не связаны с теми, которые часто приводит азербайджанская сторона. Ну что ж, обо всем поэтапно. Начнемте с первого обращения президента Азербайджана. Алиев заявил об отсутствии у Азербайджана военных планов на армянской границе. В общем-то, выйдя к границам с Арменией, восстановив территориальную целостность, мы не планируем идти дальше. Нам не нужно то, что не зафиксировано международными законами. Я знаю, что сейчас скажут часть моих зрителей, часть моих дорогих азербайджанцев. Но, дорогой Кемран, ведь на той стороне остается Зангизур. Я могу даже дополнить, на той стороне остается Эреван, Эреванское ханство. Но давайте исходить из тех законов, которые действуют на данный момент. Мы не можем менять законы, которые приняты всем миром. Мы можем восстанавливать то, что признает весь мир. Ни больше, ни меньше. В связи с этим, мы сделали все для восстановления своей целостности. Поэтому обидно некоторым из азербайджанцев, большинству, да, обидно. И об этой обиде, в частности, неоднократно заявлял даже президент Ильхам Алиев. И об этом мы тоже поговорим, когда коснемся его заявлений. Но давайте перейдемте к следующей статье. Ильхам Алиев предупредил рефаншистов в Армении. Мы сокрушим их головы. Знаете, я полностью поддерживаю высказывания Ильхама Алиева. Давайте сейчас с вами до конца их прочтем. Потом я скажу свое субъективное мнение. Касательно того, что, в общем-то, не просто мало того, чтобы ударить. Надо быть готовыми к грязной войне, которую армянство уже, можно сказать, озвучивает. Да, нужно ударить, чтобы большинство армян уже потом не шло на поводу у армянских радикалов. Но армянские радикалы все равно будут. Я хочу напомнить, когда армян в 1915 году в связи с их предательской деятельностью, Точнее сказать, в связи с предательской деятельностью армянских радикалов, Решили переместить. И несмотря на ужасные, действительно ужасные тоже потери, по-любому, Я сейчас не буду сверять, сколько погибло турок, турок погибло однократно больше. Но, тем не менее, несмотря на те ужасающие жертвы, которые понес армянский народ, Они решили через буквально считанное время начать совершать серию терактов. И продолжили ее вплоть до 90-х годов. Поэтому мало сокрушить змея. Надо еще, на крайний случай, долгое время держать эти остатки на цепи. Не так ли? Ну, давайте прочтемте, что же заявил все-таки президент Ильхам Алиев. Именно главную часть его заявления. Просто мы никогда не должны забывать зверства армян. Мы очень добрый народ. Это наше преимущество. Но в то же время, когда перед тобой дикий, нельзя быть добрым. Мы должны так ответить им, чтобы это навсегда осталось в их исторической памяти. Чтобы это никогда не стерлось и не сотрется. Полностью согласен. Но, опять-таки, я говорю, мало ударить. Нужно держать еще, продолжать держать на цепи. Даже убитого зверя. Потому что убитые звери иногда из последних сил умудряются укусить того, кто ранил его. Даже смертельно. Ведь когда, уж простите меня, курицы отрубают голову, она еще энное время движется и может клюнуть. Как-то так. Но мы продолжаем. Ильхам Алиев. Саргтсян пообещал мне вернуть земли за две недели. Знаете, опять-таки, в отношении многочисленных заявлений армянской стороны. Среди всех армянских так называемых властимущих был единственная, в кого условно все равно личность, так как он наш по неволе кровавый враг, кровный враг. Кому можно было отдаленно хотя бы верить, это был Левон Тарпетросян. Но ведь все остальные, все же Кочарьяны, они неоднократно заключали с нами договора. Чем это все заканчивалось? Все мы прекрасно знаем. 1992 год. Войска Азербайджана стоят у стен Ханхэнди. Армяне, армянцам называют его так называемым Степанакертом. 1993 год. Наступление на Кельбаджарском направлении. Давайте пойдемте еще чуть дальше. Конец 1993 года. Бои терякотел под физулями, которые организовали вооруженные силы Азербайджана. Опять было подписание. И как только Азербайджан выводил часть своих войск, удар был в спину. Хотя подписание было о неприменении силы. Со стороны Армении. Данный список можно продолжать до бесконечности. Поэтому о каких переговорах с армянской стороной можно было говорить? Я, честно говоря, не совсем понимаю. Что же касается Пашиняна, в чем вот его разница? Почему лично я изначально ему верил больше? Он не связан с военной хунтой. Он вначале был журналистом. Затем был, условно назовем, ну, если не правой рукой, то левой рукой. Левона Тарпетросяна, готового вернуть Карабах Азербайджану. Поэтому он не связан с хунтой. Он не связан кровавыми черными делишками с армянским карабахским кланом и армянскими радикалами. Это немножко отдельная фигура. Стоящая так, поодаль. Но мы с вами продолжим. В дальнейшем Ильхам Алиев сделал, можно сказать, своеобразное открытие в форме заявления. Он заявил следующее. Что? Хотели ввести санкции против Азербайджана. Кто же хотел ввести санкции? Это, кстати, по неволе заявление тем, кто стоит на прозападных рельсах. Это США и Франция. Да, он заявил о России. Но у России есть один плюс. Один маленький плюс. В данном случае по сравнению с США и Францией. Что, первое, Путин не просто осуществил подписание мирного договора. Нет, этого мало. Он признал земли азербайджанскими. Я подчеркиваю, он признал земли азербайджанскими. Об этом были заявления, и мы все прекрасно об этом слышали. Вот в этом вся разница между Россией и Западом. Я сейчас не буду говорить о причинах данного шага, сделанного Россией. Главное, сам факт. Не так ли? США и Франция изначально были против той целостности Азербайджана. Россия, как минимум, выходит, сомневалась. Ведь она не вступала на стороне Армении. Хотя давайте назовем все своими именами. Когда России бывает надо, она нарушает все законы. И она могла бы вмешаться, поверьте. Запросто. Но она не нашла нужным. Потому что, то есть, большая часть российского политического эстеблишмента при Путине считает все-таки, несмотря на давление армянских лоббистов, земли Карабаха азербайджанскими. По сравнению с представителями западных политических структур. Они более, скажем так, заступаются, выходят за армянских сепаратистов. Так получается. Если я не прав, поправьте меня. То есть, с Россией еще не все так плохо, как с Западом. Ну, а мы продолжим. Переходя к следующей статье. Поднимемся здесь чуть выше. Алиев. О том, что будет после ухода российских миротворцев из Карабаха. А что будет? Давайте зададимся действительно этим важным вопросом. Вот ушли российские миротворцы. Я не буду сейчас описывать отношения между азербайджанцами и армянами по всей границе разделения этих государств. Но на большей части уже приграничных сел Армении и Азербайджана в общем-то нормальные отношения. Как минимум, не столь радикальные, как те заявления, которые делаются определенными силами в Армении из Еревана. Я уж не говорю от армянских диаспор. Все будет спокойно. Тем более, хотя Россия и покинет территорию Азербайджана, но она же будет на территории Армении. 102 Басу они же не убирают. То есть, дальше мы пойти все равно не сможем. Иначе будет столкновение с Россией, чего мы не хотим. И мы это неоднократно доказывали. И об этом, кстати, в российском информационном портале четко пишется. Я ознакомлю вас с той самой статьей. Но пока мы поговорим с вами о других заявлениях президента Азербайджана. Ильхам Алиев разрушена на древняя часть Еревана, где жили мои предки. Знаете, вот когда армянство старается заявить о нашем бездушии, бескультурии, вандализме, они почему-то никак не могут даже попытаться ответить на то, а что же их армян заставило разрушить старый Ереван, древнюю часть Еревана. Что великая культура, их христианские ценности не позволяли им, что древний Ереван был полностью заставлен мечетями. Что им их сподвигло разрушить громаднейший культурный пласт азербайджанского народа в Ереване. И что они думали после этого, что не будет хотя бы какой-то ответки со стороны Азербайджана? Да уже только за это мы имеем право сделать все, что угодно на своей земле. Не так ли? Но мы этого не делаем. Мы этого не делаем. Те самые армянские, если сейчас в кладбище затронут речь об этом, большинство из них были перевезены. А за некоторыми даже Баку впустил их родственников, чтобы забрали их трупы. Это же тоже правда. Ну а мы продолжим. Ильхам Алиев рассказал о безрезультатном разговоре с Путиным по поводу Искендеров. Вот теперь мы с вами как раз таки приступаем к заявлениям Ильхама Алиева к властям России, а также к неким ответным заявлениям, исходящим от властей России, к двуличию представителей МИДа Российской Федерации, в частности, к двуличию Захаровой, в отношении позиций по вооруженным силам России. А точку поставим в той самой статье, которая отвечает Захаровым и прочим в отношении того, что же представляет из себя данное преступление, совершенное представителями вооруженных сил России в отношении поставок Искендеров серии М в Армению. Ильхам Алиев рассказал о безрезультатном разговоре с Путиным по поводу Искендеров. А на что мы надеялись? Неужели кто-то мог надеяться, что Путин в открытую скажет о безрезультатных попытках российских властей реформировать вооруженные силы России? Сейчас некоторые скажут, но Кемран, армия России 2000-х это не армия России 90-х. Это да, но это благодаря институтам, а также заводам. Но не благодаря самого, самого построения российской армии. Не путайте одно с другим. Коррупция российская находится не на заводах, нет, а на складах. А в военных частях. То есть, единственное, что удалось, от какой коррупции более-менее удалось избавить военную машину России, это заводы. Это все, что удалось. За столько лет реформ. Как вам такое? Так, о чем мог Путин, как мог Путин ответить о эскендерах? Если, видимо, скажем так, военные хранилища России, это как государство в государстве, не подчиняющиеся, видимо, даже Владимиру Путину. В связи с этим крайне жалким выглядит также заявление Пескова, которое было сделано, видимо, после разговора Владимира Путина с Эльхамом Алиевым, где Песков выглядел не как представитель глобальной державы, а как мальчик для битья. Давайте с вами прочтемте, что же он заявил. По линии военных осуществляется плотный диалог, в ходе которого обсуждаются все соответствующие вопросы. Это речь человека, который озвучивает мнение Кремля? То есть, Кремль так ничего и не знает, даже о чем идут переговоры. И идут ли они? На каком стадии развития находится сейчас расследование по данному делу? Привлечены ли первые виновные? Определен ли хотя бы отдаленный круг, кто мог осуществить данное деяние? Ничего нет. Песков этого не знает. Но при этом опять-таки то же самое правительство России делает следующее заявление. Вы вдумайтесь, это что касается двуличия. В данном случае Министерство иностранных дел Российской Федерации Захарова осудила СНН за фейк о российских танках, которые двигались в сторону Украины. А что же Захарова ничего не говорит о российских эскендерах серии М? То есть, это уже не фейк. так может быть поговорим об этом? Тем более, на мой взгляд, данный аспект более опасный, чем движение в сторону Украины российских танков. Давайте я сейчас освещу, в чем опасность. Первый момент, который у меня возникает в голове сразу. Если некие ракеты серии М оказались на территории Армении, есть ли уверенность у кого-то, что данные ракеты не могли очутиться и в других странах, будучи украдены с российских складов? Могли ли быть потенциально украдены часть ракет и вывезены в частности на территории подконтрольной такой террористической организации, как ПКК, Курдская рабочая партия? Могли ли быть поставлены данные ракеты такому горе президенту, как президенту Сирии Асаду? Могли ли часть этих ракет оказаться в Иране? и направлены уже в сторону Израиля? Может быть за это Израиль осуществил данный ну Иран сейчас валит, что у них произошел теракт, может быть с этим связан действие Израиля? Могли ли данные виды ракетных установок даже оказаться допустим у неких палестинских или пропалестинских организаций военного толка? Могли ли эти же самые скандеры серии М оказаться в частности через Авакова на Украине? Если они были украдены с российских складов и перевезены через территорию нескольких стран, пока долетели до территории Армении? на Украину гораздо легче, не так ли? Не надо провозить через несколько стран. С одной стороны смешно, с другой стороны не очень. Продолжая говорить на данную тему, я как раз таки собираюсь вас ознакомить с той самой статьей, которая все-таки вызвала во мне надежду. Так как российский сайт Росбалт камень на камне не оставил от данной темы. Искендеры раздора России стоит отказаться от тактики молчания в ответ на запросы Баку по ракетному обстрелу Шуши, полагают эксперты. Зачитываясь, именно зачитываясь данной статьей, можно сказать, с каждой строчкой у меня поднималась надежда, которая до конца, во всяком случае, исходя из данной статьи, была оправдана. Здесь и территориальная принадлежность всего Карабаха Азербайджану, и нахождение миротворцев России на азербайджанской территории, и вопросы, кому было полезно тире нужно данная провокация, а также что делать самой России в связи с удачным воплощением данной провокационной акции. Но давайте обо всем поподробней. Я не буду зачитывать вам эти моменты, статья большая, я постараюсь ее сузить. Здесь в частности говорится, что разницы нет, в какой сборке была поставлена данная ракета, в серии Э или серии М. По-любому эта поставка крайне отрицательно сказалась на взаимоотношениях России и Азербайджана. А также чего там греха таить, это нанесло ну, скажем так, немалый ущерб в отношениях между Россией и Турцией. Учитывая то, что данное оружие было украдено, это сказалось, и об этом в частности пишется в открытую, на авторитете вооруженных сил России. На авторитете и дополнительным пятном легло на в общем-то российские власти. Но давайте с вами все-таки осветим тот момент, а кому же это надо? Западу? Да. Но есть еще один момент. Это Армения. Армения неоднократно пыталась скажем так, ввязать Россию в боевые действия в Карабахе. Россия четко давала понять, что не собирается этого делать. Армения испытала все способы по вовлечению России в данные боевые действия. На своей стороне, конечно же. Это были обстрелы городов, неоднократные. При этом Армения рассчитывала, что Азербайджан ответит по территории Армении. Но Азербайджан понимает, чем это грозит, избегал этих моментов. Это заброски отрядов. Опять Азербайджан сдерживался, чтобы не ответить тем же. В момент достижения уже точки кипения в отношении понимания, что Россия не вмешается, у Армении оставался единственный козырь. Это любой ценой завести на свою территорию из киндера серии М и вовлечь уже не просто Россию в конфликт между Азербайджаном и Арменией, а столкнуть три государства. Вернее, четыре. Россия, Турция, Азербайджан, Армения. Но, как вы видите, у Армении не сработали какие-то видимо коды, либо они были фальшивыми и ракеты до конца не взорвались. Интересный момент. Не так ли? Описывая же то, как Россия должна действовать в дальнейшем и какие угрозы могут, скажем так, обрушиться на Россию, если она поведет себя иначе, вот давайте поговорим с вами об этом аспекте. В данной статье говорится следующее, я уже об этом говорил, что Россия должна более открыто действовать в отношении данного преступления касательно эскендеров серии М. Почему это важно? Давайте представим себе, это написано в данной статье, что Россия продолжает умалчивать о причинах и способах переброски данных ракет в Армению. Видя это, у Азербайджана останется один единственный выход, чтобы узнать правду. Это подача в международные суды. Теперь давайте представим себе, что международные инстанции начали осуществлять собственное расследование. чем оно закончится, как вы считаете для России? Тем более после прихода к власти в США Байдена. Я думаю, что крахом. Крахом всего, что связано с понятием Россия. При этом обратите внимание, что самое страшное, для того, чтобы Россия потерпела крах, не обязательно было втягивать ее в войну. Достаточно было включить коррупционную составляющую на территории России. Интересно. Если я не прав, поправьте меня. На этом же я заканчиваю данное свое видео. Всем до свидания. Жду ваших комментариев, лайков, дизлайков. Нажимайте также на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео на моем канале. Делитесь ссылками на мои видео в соцсетях. Ну, а я с вами прощаюсь. До новых встреч на моем канале. До свидания.